Ну что ж, мы возвращаемся к нашей топ-теме «Пора рожать». С 2015 года, когда в Беларуси был внедрён семейный капитал, количество рождаемых третьих и последующих детей увеличилось с 16,5 тысяч до 22 тысяч. Ну а это значит, что меры по поддержке семей приносят результат. О том, как стимулирует в нашей стране рождаемость, мы поговорим с экспертом. У нас в гостях заведующая отделом демографии и гендерных исследований НИИ труда, Министерства труда и социальной защиты Виктория Юадешко. Доброе утро. Доброе утро. Виктория, здравствуйте. И начнём мы со следующего вопроса. Что должно делать государство? Какие обязательства на себя взять, чтобы детей вторых, третьих, четвёртых в семьях становилось больше? То, что всегда у нас на слуху, это пособия для семей с детьми. Есть на сегодня пособия, предусмотренные в Беларуси. Их достаточно много. А вот это вот и перечислено, что кто-то не знает о том, что... И не решается поэтому. В первую очередь, да, это такой большой значимый бонус, который выплачивается семье, в которой рождается ребёнок. На первого ребёнка он составляет более двух тысяч рублей. Серьёзная поддержка? Это серьёзная разовая выплата. На второго и следующего ребёнка эта сумма увеличивается и достигает практически трёх тысяч рублей. То есть назначение этого пособия какое? Компенсировать, да, помочь семьям совершить все те покупки для нового человека в их семье, для ребёнка, коляски и так далее. И этой суммы, безусловно, хватает на все такие первоочередные расходы. И, между прочим, такое пособие есть далеко не во всех странах. И тем более в таком очень высоком размере. Давайте с постсоветскими странами сравним. Вот какая разница есть? На каком месте, скажем так, Беларусь стоит? Беларусь стоит на первом месте среди вообще всех стран по этому пособию. Вот два года назад в нашей стране было проведено масштабное исследование под названием «Поколение и гендер». В анкетировании участвовало 10 тысяч человек в возрасте от 18 до 79 лет. Интересно, что среди молодёжи практически четверть опрошенных не хотят иметь детей. Вот почему? Я уточню даже эти данные. Они не хотят иметь детей, а они не планируют это делать в ближайшие три года. А это говорит о том, что молодёжь просто отодвигает немножко свои планы по созданию семьи. И серьёзно относится к этому. Конечно, с этим очень связано вот это понятие ответственного родительства. А может быть, наоборот, инфантильность? Ну какая инфантильность? Я считаю, что не надо думать о беременности в 18 лет. Но, наверное, всё-таки и девушка, и парень, которые живут вместе, они должны подумать, ага, помимо того, что государство нам поможет, давайте мы и сами как-то продумаем, чтобы комнатка была красиво оформлена в розовый цвет для девочки, покрашена в голубой для мальчика. Кстати, вот это исследование, очень интересный факт, ещё нам удалось узнать. Респонденты оценивали уровень своего субъективного счастья. И оказалось, что счастливы те респонденты, у которых есть семья и у которых есть дети. Вот, абсолютно правильно. А вот наверняка у вас есть данные, если сравнивать и белорусскую семью 19 века и вот в 21 веке. Вот как изменилось количество членов семьи? Наверное, это слишком далеко. Давайте так, хотя бы 50 лет назад, вот всё-таки в 20 век уйдём и уже 21 век. Семья действительно изменилась. Первое, что можно отметить, да, это более популярны становятся нуклеарные семьи. Это семьи, в которых в одном доме живут только два поколения. Родители и их дети, да. Всё-таки 50 лет назад многопоколенные семьи, да, жили в одном доме, да, вели совместное хозяйство. Сейчас семьи предпочитают так отделяться и жить раздельно. А ещё об изменениях, мне кажется, очень важно отметить, это изменения в гендерных ролях внутри семьи. Так, расскажите об этом. Мама и папа, да? Конечно, мама и папа. Если раньше мы даже не могли представить о том, что мужчина может взять на себя заботу непосредственную о детях или уйти в декретный отпуск, то сейчас это происходит всё чаще. Мужчины всё больше вовлекаются в уход за детьми, в игры с ним, да, в их воспитание. Это, конечно, имеет и своё позитивное значение такое для внутреннего эмоционального фона в семье. Наверное, сейчас иметь многодетную семью стало модным, да, это признак хорошего там тона, статуса, достатка. Опять же, достатка, да. Я бы сказала, да, теперь это индикатор благополучия. Спасибо вам огромное за разъяснение. Многодетная, а я не многодетная. Я много понял, у тебя ещё всё впереди, по всей видимости. О том, как сделать так, чтобы нас было больше, мы говорили с заведующей отделом демографии и гендерных исследований НИИ Труда, Министерство труда и социальной защиты Виктории ЮАДЭшко. Министерство труда и социальной защиты Виктории ЮАДЭшко. Министерство труда и социальной защиты Виктории ЮАДЭшко.